Всем привет! Как и обещала, сегодня будет обзор продуктов для ухода за волосами. Я собрала всю прям свою коллекцию Локи. Как видите, здесь есть все, начиная от масс-маркета и заканчивая профессиональной уходовой косметикой. Я расскажу, есть ли существенная разница между этими двумя категориями продуктов, как их правильно использовать, чтобы добиться максимального эффекта, и стоит ли вообще переплачивать. Давайте уже начинать. Начну с масс-маркета, и это обычные бальзамы для волос от Глискур. Первый с кератином, второй с какими-то маслами, видимо. Очень прям долго это все нужно смывать, и такое чувство, что в слив у вас уходит не только сам продукт, но и эффект от него, потому что после мытья волосы максимум могут хорошо расчесываться. Никакого увлажнения и питания вы точно не заметите. Поэтому не рекомендую, во всяком случае для моих тонких окрашенных волос вообще не подходит. Следующим будет вот такой вот шампунь от Пантин. Это у нас три в одном, то есть шампунь. Бальзам-ополаскиватель и интенсивный уход а-ля маска. Это те типы продуктов, которые так любят мужчины. Я имею ввиду и голову помыл, и подмылся, и подмышки помыл, и побрился. Вот это в той же категории. На самом деле очень мягкий шампунь, который обильно пенится. Все было нормально, он у меня даже закончился. Единственное, уже на последних порах почему-то у меня вызвал аллергическую реакцию. Вообще первый раз мне такое, что по контуру волос у меня было прям красное раздражение. Я в шоке. А хотелось бы посоветовать, потому что действительно мягкий. Следующим покажу мега бюджетный шампунь от Фруктис. Это их новая линейка в Суперфуды. У меня с алоэ, и направление у него на увлажнение. Действительно я приятно удивлена этой вещью. Очень свежий, такой приятный и вообще не дешевый аромат. Хорошо пенится, действительно очень мягко очищает волосы. Прям не похоже на стандартный масс-маркет. Единственное, быстро к нему привыкают волосы. И через неделю они у вас намного быстрее начинают загрязняться. Поэтому советую вам брать что-нибудь на сменку к нему. Насчет ингредиентов натурального происхождения. Я честно почитала состав, посмотрела. Но не более чем маркетинг, мягко говоря. Следующая парочка продуктов у меня будет от фирмы DAV. Я уже рассказывала о них в своем влоге. Это серия прогрессивное восстановление. Шампунь и кондиционер. На самом деле для меня они стали открытием. Я не знала, что в масс-маркете есть довольно приятные продукты. С хорошим качеством. Шампунь очень мягкий. Прям идеально пахнет. Даже на атаку мытья волосы становятся очень мягкими, покладистыми. Когда вы даже смываете, они на ощупь более-таки шелковистые. И кондиционер, конечно, усиливает этот весь эффект. В целом очень классная парочка. Но очень быстро жирнится кожа головы после них. Прям на следующий день. Может даже и в тот же к вечеру. Поэтому подойдет для тех, кто моет голову каждый день. Это прям идеальная парочка для вас. Дальше покажу вам вот такие вот два продукта, которые я заказывала на iHerb. Это фирма Giovanni. Моя самая любимая у них на сайте. Линейка для очень поврежденных волос. Я брала целую серию. Это был кондиционер. Шампунь у меня закончился. И это какая-то там маска для супер поврежденных волос. Ну это прям такой концентрат-концентрат. Если коротко об эффекте, это скажем что-то среднее между хозяйственным мылом и средством для мытья посуды. Потому что волосы они превращают в мочалку. Причем после первого же мытья. Особенно отвратительным я считаю шампунь. Который я впоследствии использовала не на волосы, а для мытья душевой кабины. Извините за вот такой вот ужасный вид. Потому что действительно продукты стоят очень долго у меня на полке. Я не хочу заканчивать. Мне они не нравятся. И вам естественно не советую. Что касается вот этого вот концентрата для волос. По текстуре он похож на зубную пасту. Очень густой. Плотно наносится на волосы. Такое чувство, что в составе один воск. Какой-то там силикон и увлажняющий крем. Вот что-то такое среднее. Волосы как после стандартной бюджетной масс-маркетовской маски. А вот что мне у них понравилось. Это вот такая вот серия Тучик. Самая лучшая у них фиолетовая версия. У меня сейчас розовая. Это для окрашенных волос. Даже если подержать минуты 3-5 на волосах, вы уже увидите эффект. Увлажненные напитанные волосы. Густая консистенция. Не скапывает с волос. Как бы на них держится. Не идеально. Но могу советовать вам для разнообразия. И здесь в принципе как бы неплохой довольно состав. Следующим покажу вам вот такое вот масло для волос от Pantene. Одно время я прям очень отниму фанатела. И как видите, оно у меня уже заканчивается. Помню, что перед Новым годом я всем накупила их на подарки. Прям штук 6 взяла. Оно очень густое. Действительно делает волосы блестящими. Особенно это касается кончиков. У кого они супер пересушенные, как у меня. Единственное, в составе одни силиконы. И кроме как внешнего такого блестящего ухоженного вида. Ничего волосам не прибавляет. То есть никакого питания, наполнения, увлажнения не стоит ожидать. Это всего лишь временный такой вот внешний косметический эффект. Время переходить к профессиональной косметике. Это итальянская фирма Шот. Мне ее посоветовала мастер по волосам, которая делала мне милирование. Я, конечно, тот еще скептик. Поэтому на всю эту рекламу не ведусь. Зашла на сайт и заказала все пробники, которые есть вот этой вот фирмы. Прям всех линейок. Каким было мое удивление, когда во время использования я вообще не заметила разницы. Вот абсолютно никакой. Единственное, что мне удалось более-менее выделить, это вот такая вот голубая версия. Именно ее мне советовал мастер. Решила купить полноразмерку и пожалела. Потому что, ну, не стоит она своих денег. Ждала ее около двух недель, пока ее доставят в Украину. И смысла от нее вообще не было. Скажем, немножечко лучше, чем стандартная масс-маркетовская маска. А следующую парочку я уже выбрала сама на сайте, опираясь на комментарии. Это тоже профессиональная косметика. Серия Ice Cream. У меня вот такой вот шампунь для, по-моему, вьющихся волос. Да, кучерявого и окрашенного сухого. Написано, имеет молочный аромат, который способствует расслаблению. На самом деле, абсолютно наоборот. Здесь какая-то очень дешманская, прям карамельная отдушка, от которой реально подташнивают во время мытья волос. Благо, она не остается на волосах, а сразу же смывается. Я такого еще не видела, когда шампунь практически не пенится, но при этом хорошо увлажняет и разглаживает волосы уже на моменте мытья. Смывать долго не нужно. И очень хорошо очищает кожу головы. И советую, однозначно, единственное, бесит меня отдушка. И так как он у меня закончился, это уже пустая банка, я взяла вот такой же линейки, только ментоловым ароматом. Надеюсь, она мне больше понравится. Буду пробовать, расскажу чуть попозже по поводу этого. Так, и маску я брала к предыдущему шампуню, забыла о ней рассказать. Это маска для восстановления волос. Вот прям хит продаж, по-моему, 300 плюс отзывов на нее позитивных. И я прям бегом-бегом ее забросила себе в корзину и абсолютно не пожалела. Очень классная маска. Вот я не знаю, я никогда еще не пробовала ничего лучше. Здесь написано, что наносить всего лишь на 5 минут, а лучше еще воздействовать на это все температурой. То есть пакет на голову, фен. И в итоге у вас получится прям эффект ламинирования. У меня, честно, нету на это времени. Я единственное смываю ее более такой горячей водой. И действительно, можно уже видеть эффект. И даже при супербыстрой укладке брашингом вы получаете эффект ламинирования, как будто вы вот долго заморачивались с утюжком для волос. Тоже уже пустая баночка. Я еще заказала вот такую вот линейку. Та же фирма. Попробую, чуть попозже расскажу. В общем, всю эту линейку я вам настоятельно советую. Это не реклама абсолютно. Все покупала за свои деньги. Каждая единица стоит гривен 200-300. Ну, это того стоит. И последним я покажу вот такое вот масло. Это фирма Profi Style. Argan серия. Бальзам флюид. Мне ее рекомендовал, опять же, тот же мастер. Но она использовала спрей. Я не очень люблю спреи для волос, которые кондиционеры имею в виду. Поэтому взяла вот такое вот масло. Очень хорошее, приятное отдушка. Действительно, такого как будто бы дорогого продукта. На самом деле, он не такой уж и дорогой. Наношу на кончики. В принципе, не намного лучше, чем вот эта вещь. Единственное, более легкая текстура, более тянучая. В составе где-то там есть на последних местах органовое масло. Наверное, на вот этот вот тюбик добавили две капли. Но там оно есть. Чисто из-за приятной отдушки использую. Конечно же, это все сибикон. Поэтому не более, чем внешнюю ухоженность добавляю. Напишите, чем вы пользуетесь для ухода за волосами. Возможно, вы мне что-то посоветуете с профкосметики или же с масс-маркета. Буду очень признательна. Так как, как всегда, в поисках самого лучшего. Вам огромное спасибо за внимание. Всех целую и пока.